В рассекреченном донесении ЦРУ найдено фото 65-летнего выжившего Гитлера. Опубликованная ЦРУ фотография 1954 года может подтвердить теории, что лидер нацистов инсценировал свое самоубийство, бежа в Колумбию, где он скрывался под именем Адольфа Шрительмайора. Рассекреченный документ ЦРУ заставил осомниться в смерти Адольфа Гитлера, породив новые слухи о выжившем лидере Третьего рейха. Как сообщает спутник Брасил со ссылкой на сайт Центрального разведывательного управления США, в рассекреченном отчете, подписанном тогдашним временным начальником ЦРУ в Каракасе, Дэвидом Энбрикснором, говорится, что надежный источник сообщил Семилоди-3, кодовое имя агента ЦРУ. Что в сентябре 1955 года он общался с бывшим солдатом немецкого ИСАИС Филиппом Ситроэном, который якобы встречался с Гитлером после войны. Филипп Ситроэн доверительно сказал ему, что Адольф Гитлер все еще жив. Ситроэн, будучи сотрудником Королевской голландской пароходной компании, утверждал, что контактировал с фюрером примерно раз в месяц во время командировок из Маракайба, в Колумбию, говорится в документе. Кроме того, Ситроэн отметил, что, поскольку прошло уже 10 лет после окончания Второй мировой войны, союзники больше не могли преследовать Гитлера как военного преступника. В рассекреченном файле содержится прикрепленная фотография, в которой отображаются два человека. Один из них – Филипп Ситроэн. Он сидит рядом со вторым человеком, внешне очень похожим на нацистского лидера, который согласно общепринятой теории совершил самоубийство, чтобы избежать захвата советскими войсками. На обратной стороне фотографии была следующая запись – Адольф Шриеттель Майор, Тунга, Колумбия, 1954 год. Если эта информация соответствовала действительности, то на снимке фюреру должно было быть 65 лет. По словам Рикснера, фотография была предоставлена «Семи Лоди 3» – это кодовое имя агента ЦРУ, как доказательство этой фантастической истории. Бывший сессовец также утверждал, что спустя год фюрер переехал из Колумбии в Аргентину. ЦРУ так и не удалось установить, достоверна ли эта информация. Отметим, что информация о том, что Гитлер инсценировал свое самоубийство и скрывался в Латинской Америке появляется в прессе уже не первый раз. Однако ранее не публиковались никаких официальных документов разведслужб на этот счет. Согласно официальных исторических данных, лидер нацистов Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года у себя в бункере во время штурма Берлина Красной Армии. Останки фюрера были найдены советскими военными опознанными его лечащими врачами. Напомним, что на этой неделе США открыли доступ почти к 3000 материалов ЦРУ. А какие еще жареные секреты скрывает ЦРУ в своих архивах? Как вы думаете? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!